У нас такая тема, на самом деле, сегодня, которая может показаться сначала не слишком масштабной, такой серьезной, да, но на самом деле это вещь, которая, такой навык, который нужен всегда в любой, пожалуй, телевизионной журналистской работе, чем бы ты ни занимался, даже если ты работаешь, ну, к примеру, комментатором, или ты ведущий, или ты делаешь репортажи, или, ну, просто пишите, ну, тексты для ведущего, там, для выпуска новостей, всякое бывает. Это навык написания подводок к интервью. Что, собственно, с этими подводками может быть так и может быть не так, наоборот? Подводка к интервью в телевизионном формате, естественно, как правило, это такая бывает иногда работа, на которую может быть выдано много времени, да, там сидишь там несколько часов, готовишься, репортаж, да, и придумываешь, как бы тебе начать, собственно, ну, то есть предвесхитить, можно так сказать, да, интервью спикера, может быть, интересной или содержательной, которые удалось записать, и часто, к сожалению, наши с вами коллеги выступают следующим образом. Прежде чем, собственно, интервью идет в эфир, они делают приблизительно следующее, да, ну, к примеру, скажем, есть некий человек, такой, может быть, важный, которого нужно было записать непременно для сюжета, ну, продавец в магазине, да, продавец в магазине Иван, например, у нас есть, мы его нашли. Почему он нам важен? Потому что он продает маски по самой низкой цене в Москве, да, всего по 5 рублей. Невозможно найти сейчас такие маски, но вот есть продавец в магазине Иван, который решил, что он может себе позволить помочь москвичам, да, вот, собственно, обезопаситься, когда они ходят на улице. И вот мы нашли этого Ивана, записали его и, собственно, пишем в репортаже содержательную подводку, да, рассказываем, что, значит, мы все редакции смогли, значит, ходить к всему городу, искали. Магазин с самыми низкими ценами, да, где можно купить маски, и вот, в конце концов, мы нашли неприметный ларек, где магазинчик, где торгует продавец Иван, и вот, что он нам сказал, да, вот, может быть, такой вариант подводки, и вот, что он нам сказал, и так он, и так мы с ним поговорим, и вот, как вот, Иван, и вот он что-то говорит. Такие варианты подводок, к сожалению, случаются очень часто. Почему к сожалению? Потому что иногда мы можем, конечно, заинтриговать зрителя, да, дать ему много-много всякой информации перед непосредственно, да, тем, как мы расскажем нашему зрителю, да, с кем он удалось поговорить, и что это за тема, и вроде бы как ему интересно слушать дальше интервью. Но, когда мы перед этим интервью даем подводку бессодержательную, да, бессодержательность, это важно в данном случае, важный термин, да, скажем так, потому что есть к нему прямой, прямо противоположный термин, вот, бессодержательная подводка, это то, что мы получаем, когда включаем телевизор, и нам представляют какого-то спикера, и он, собственно, мы его, мы про него говорим немножко, да, что продавец Иван, политик, там, Александр Михайлович, да, там, кто угодно, и просто говорим, что вот сейчас, ну, грубо говоря, что сейчас этот Александр Михайлович будет нам что-то говорить. Почему такой формат подводки не такой, ну, скажем так, не лучший, да, в ситуации, когда мы начинаем, да, вводить в наш сюжет, в наш репортаж или в наш выпуск новостей, неважно, нового человека, нового спикера. Потому что содержательность подводки, да, в данном случае, я сейчас объясню, что я имею в виду и что это такое, оно дает представление зрителю о том, что именно сейчас он услышит, да. Да, возможно, мы позволим, да, себе немножечко раскрыть интригу, да, собственно, рассказать в двух словах, а что же будет говорить наш спикер, но зритель при этом будет понимать, да, что сейчас будет что-то интересное, да, что прямо сейчас мы даем какую-то эксклюзивную информацию, да, собственно, представим какого-то, может быть, знаменитого человека или важного в конкретной ситуации человека, как в случае с продавцом масок это происходит, и этот человек нам дает какую-то, ну, примерную картину того, о чем, собственно, журналист нам, в данном случае зрителям, хочет рассказать. Собственно, я сейчас вам покажу пример, да, из презентации, которую я вам, безусловно, доступ, которую я вам дам на нашей платформе, и она короткая, не очень сложная, эта презентация, но там я попытался подобрать какие-то более-менее понятные примеры того, в чем, собственно, заключается особенность содержательных подводок, да, к интервью, и чем, в общем-то, преимущество, в чем преимущество этих подводок, и почему, да, их можно использовать все по-разному, да, скажем так, в разных вариантах, давать в наших репортажах или просто там в подводках к спикеру, когда ведущий читает новость, у нас есть прекрасно записанное интервью, да, к респондентам, и мы хотим его вывести в эфир, и, собственно, для этого у нас есть возможность прекрасно его представить, как выдает спикер, прежде чем он выйдет в эфир. Да, собственно, для всего этого я сейчас буквально, ну, через минутку вам открою презентацию, даже быстрее, наверное, и, собственно, покажу то, что хотел. Вот, смотрите, всем видно экран? Да. Так, экран видно, хорошо, значит, смотрите, какие есть варианты подводок к спикеру в репортаже, как я вам говорю, есть бессодержательная подводка, бессодержательная подводка на примере никому неизвестного владельца компании Триананаса Сергея Полуозерова выглядит так. Значит, владелец компании Триананаса Сергей Полуозерова так прокомментировал нам это сообщение, да, ну, то есть, и дальше идет фрагмент интервью, да, который мы выбрали для эфира, а содержательная подводка, в свою очередь, гораздо более интересной получается. По мнению владельца компании Триананаса Сергея Полуозерова, его предприятие может отказаться от выращивания овощей, но при одном условии. При каком условии, собственно, господин Полуозеров нам и рассказывает в своем интервью. Почему второй вариант подводки интересен, да, в данном случае? Потому что мы, скажем так, оставляем зрителя в напряжении, и даже если, само сейчас так бывает, что, я думаю, что и вы с этим уже сталкивались, когда вы записываете спикера, даже, казалось бы, статусного интересного, вы можете писать там, ну, к примеру, 30 минут видео, да, и большую часть этого интервью вы пытаетесь выудить из вашего собеседника что-то интересное, какую-то эмоцию, может быть, да, возможно, да, попробовать получить от него, когда он говорит какие-то вещи, вывести его, особенно если ты чиновник, например, да, или человек, не привыкший, скажем так, искренне разговаривать, то для того, чтобы он начал, чтобы они действительно для вас нужны, интересны для зрителя, нужно, конечно, с ним разговариваться, чтобы он почувствовал себя комфортно, свободно, и вот иногда бывает так, что даже записав минут пять, если у вас есть только пять минут, да, вы не сразу его раскачиваете как-нибудь, да, а у вас, естественно, есть задача, чтобы он побольше вам что-то рассказал, да, чтобы он поделился с вами максимальным объемом интересной и важной информации, да, какой-то, и вот, допустим, вы взяли из этого, из пяти минут, минуту, минуту времени, и, допустим, на 36-й секунде этого интервью он говорит что-то по-настоящему интересное, ну, вот, к примеру, возьмем владельца компании Триананаса Сергея Белозерова, да, Пресловутова, который у нас есть сейчас на вооружении, и вот, допустим, да, сюжет заключается в том, что Сергей Полуозеров, владелец компании Триананаса, собственно, оказался одним из немногих поставщиков, который в наши тяжелые времена коронавирусные, значит, выращивает ананасы, да, возможно, в южных регионах он это делает и поставляет в магазины, но, значит, ему говорят, значит, нет, если выращиваешь ананасы, и, значит, твоя компания называется Триананаса, вообще-то там огурцов, помидоров нет в фламине, ему говорят, значит, контролирующие органы, говорят ему нельзя, нельзя, знаешь ли, продавать овощи, и, а он говорит, ну, как же так, я же должен их продавать, чтобы все покупали, он говорит, нет, нет, вот, нельзя, и, наконец-то, все-таки он согласился, хотя, как же так, согласишься, и выяснилось, что он согласился, что овощи продавать не будет, и вот мы смогли записать с ним эксклюзивное интервью, и мы приходим к ним и говорим, вот, здравствуйте, Сергей, расскажите, как же вот так, он говорит, ну, мы долго разговаривали, там были контракты, контакты, мы общались, все дела, и, ну, вот, было всего много, много всего интересного, вот, кстати, мы приглашали в офис, там разговаривали, я говорю, нет, как же так, нужно продавать овощи, а он говорит, нет, 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 не продавай, и в результате мне сказали, ну, хорошо, если ты, значит, вот, откажешься продавать овощи, ты получишь за это возможность продавать не только ананасы, но огромное количество других, очень сочных фруктов, которых в России раньше не было, да, и в российском рынке, интересно, и он сказал, хорошо, тогда, тогда я согласен, сказал Сергей Пулазер, да, это вот то, что я сейчас говорю, как бы он нам рассказывает в ходе интервью, вот, мы даем такую подводку, что владелец компании «Триананас» Сергей Пулазеров так прокомментировал нам это сообщение, ну, сообщение о том, что, соответственно, он отказывается от продажи, вращивания овощей, да, вот он долго-долго это рассказывает, и зритель, когда вот услышал такую подводку, несодержательную, он не знает, есть ли там какая-то интрига, вот, отказывается он или не отказывается, мы тоже не знаем, да, исходя из этой подводки. У нас есть новость, что он отказывает, что, значит, он должен отказаться, и вот он нам комментирует. Может быть, даже несколько секунд этого интервью пройдет, и большинство зрителей перестанут смотреть наш выпуск, да, или репортаж, или что угодно другое. Поэтому, если мы сможем как-то зритель сразу заинтриговать, сказать ему, что вот сейчас в этом интервью будет что-то очень интересное, соответственно, вариант с подводкой, когда мы, значит, намекаем на какое-то условие, да, на которое он согласился, мы можем даже по-другому эту подводку построить, да, мы можем сказать, что он отказался от выращивания овощей, но при условии, что ему разрешат поставлять на рынок уникальные продукты, да, уникальные фрукты, да, и зритель думает, ничего себе, надо послушать, я смогу, наверное, купить, и он дальше это слушает. Ну, это такой пример, один из примеров, который вам может попасть в практике. На самом деле, это такой, ну, скажем, юмористический пример, который я вам привел, но есть ситуации, скажем, ну, такие бытовые, которые постоянно, там постоянно сталкиваются люди, работающие на телевидении, в новостях, люди, которые делают что-то вневременное, такие большие репортажи интересные и так далее, да. Вы можете сказать, что мы, значит, на телевидении возьмем и используем титры, и нам ничего не нужно говорить, да, просто появится лицо в кадре, да, и там будут титры, представления, да, может быть, еще какая-то дополнительная информация о нашем спикере, и зачем что-то еще о нем писать. Но нет, когда мы зрителя интригуем, когда мы говорим ему, что же вот сейчас, в ближайшие минуты интересного он может узнать, мы даем ему возможность, точнее, мы себе даем возможность этого зрителя у экрана удержать, а зрителя даем возможность не потерять время зря, да, и, может быть, ему интервью не понравится, он скажет, фу ты, зачем я пять минут своего времени потратил, думал, что что-нибудь интересное мне расскажут, но, на самом деле, ничего для него интересного здесь нет, и разозлиться на наш телеканал и сайт. Что касается интриги, да, интрига не означает, что мы должны в наших подводках к спикеру раскрывать всю суть, безусловно. Поэтому есть, конечно, вот разные рекомендации к таким сбежательным подводкам, но есть две ключевые, пожалуй, рекомендации важные, которые стоит, на которые стоит ориентироваться. Первая из них — это что во время, собственно, этой подводки можно, как я вам уже говорил, заинтриговать зрителя каким-то образом, да, там, сказать, что есть какое-то условие, есть что-то интересное, что-то уникальное, или, там, в данном случае есть любой другой пример, то есть, скажем так, забросить наживку для нашего зрителя, чтобы он, собственно, захотел дальше слушать. Да, если здесь я не имею в виду, естественно, ничего плохого, здесь я имею в виду, что зрителю, конечно, тоже, особенно, скажем так, профессионалу своего дела сидения на диване и просматривания разных передач, его сложно чем-то удивить, и он, соответственно, должен быть чем-то очень сильно заинтригован, а так как мы с вами все-таки имеем в виду качественную журналистику, да, мы не можем себе позволить его интриговать враньем или какими-то такими бульварными приемами, да, мы можем интриговать, использовать ту информацию, которая у нас есть. А, соответственно, второй момент, который важно учитывать, пожалуй, это представлять из себя эту содержательную подводку должна какую-то центральную мысль, которую выразил спикер. То есть мы можем обобщить какие-то идеи, да, какие-то фразы, да, которые спикер говорит, вы наверняка, опять же, сталкивались с тем, что ваш собеседник в ходе интервью пытается сформулировать правильную мысль, и может очень долго, на протяжении пяти минут, пытаться что-то сказать, перебиваясь к ним, там, ну, я имею в виду, ну, вообще мы вот такие вот, мы хотим, допустим, если вы спрашиваете что-то у человека, там, бизнесмена какого-нибудь, да, который, вот, собственно, вы хотите узнать, а, скажите, уважаемый предприниматель, да, там, что, скажите, у вас как сейчас дела идут? Удачно, да, зарабатываете деньги. Он все говорит, ну, знаете, вот сейчас коронавирус, там, вот, сейчас вот всякие проблемы есть, вот, ну, у нас всякое там происходит, мы можем, значит, вот попробовать там, что себя в других сферах, ну, вообще мы все сидим дома, в основном, не очень-то так у нас и получается, хотя чуть-чуть есть, но это совсем несущественно, мы там, ну, вот он долго-долго говорит, естественно, вы все это, по ней финальное интервью для эфира брать не будете, но в этой подводке мы можем обозначить, что, собственно, с нами поделился. Предприниматель тем, что сейчас у него, у него, его бизнес не привносит ему необходимых доходов, да, приблизительно так получается. Значит, что касается других историй, других принципов, да, написания содержательной подводки, то здесь мы можем обратить внимание на то, что, наоборот, никогда не нужно в содержательной подводке указывать дописи. Никогда. Почему? Я сейчас объясню. Первое, это я думаю, что и вы и так понимаете, искажать смысл этого фрагмента интервью ни в коем случае нельзя. Иногда хочется поярче как-нибудь, да, написать, чтобы действительно было красиво, да, чтобы мы, скажем так, выглядели наш сюжет, наш материал или вообще, в принципе, важная новость, да, вам, можно сказать, если вы работаете на телеканале, да, там на федеральном каком-нибудь, да, или даже просто на серьезном региональном телеканале, да, вам могут сказать, знаете, сейчас это важная новость, тебе поручили самую важную новость, и поэтому тебе необходимо так вот, прям так представить спикера, да, так вот написать такой текст для ведущего, чтобы мы были самыми цитируемыми из всех, значит, СМИ, которые потом... И тут у вас появляется, конечно, большой соблазн как-то вот немножечко чрезмерно заострить ситуацию, да, особенно если речь идет о каком-то конфликте, например. Например, вот представим себе ситуацию, в которой есть, ну, например, какой-то спортсмен, которого спрашивают, футболист, да, которого спрашивают перед тем, как команда собирается, да, в сборную играть, да, на каком-то турнире, футболист спрашивает, ну, вот вы как, вас, значит, устраивает, как команда играет в целом? А он говорит, ну, так, ничего, конечно, ну, местами есть такие моменты, но в целом-то, наверное, нормально, тренер у нас умный, все нам объясняет, мы следуем тактики, придерживаемся, и вот все, значит, ну, такое сказал. Ну, а, значит, в редакции человек, который писал этот интервью, говорит, слушай, ты должен, ты обязан сделать великолепную подводку для этого интервью, но думал, как же так сказать, ну, и он говорит, значит, защитник сборной России по футболу Сергей Кочерышкин, например, да, заявил, Ну, знаменитый защитник сборной России Сергей Кочерышкин, конечно. Знаменитый защитник сборной России Сергей Кочерышкин заявил, что ему категорически не нравится то, как играет команда. Вот, ничего себе, значит, на тренера так он, значит, нажаловался, да, в прямом эфире практически, нехорошо, да, а на самом деле он ни на кого не жаловался, просто отметил, что чуть-чуть ему что-то не понравилось один раз. Вот это вот называется как раз чрезмерное обострение, которое, конечно, лучше избегать, потому что мало того, что мы вводим в заблуждение, да, и как-то передаем ненужный оттенок самому интервью и образу нашего героя, так мы еще плюс к всему, скажем так, зрителей дезинформируем и сами в своих собственных глазах становимся немножечко, скажем так, неправильно. Это нехорошо. Поэтому нужно за этим всегда следить, искажать смысл высказывания не нужно. И дублировать точные формулировки из фрагмента интервью, в который идет эфир, тоже нельзя. Это иногда выглядит довольно нелепо, когда некоторые авторы подводок для телевизионных сюжетов пишут так, например, значит, знаменитый, ну, кого бы нам взять знаменитый, театральный деятель, да, художественный руководитель театра такого-то, там, допустим, Кирилл Серебренников, ну, к примеру, на скидку есть художественный руководитель, Кирилл Серебренников сообщил, что совсем скоро поставит новую пьесу, и она будет называться «Журавль». Да, и, значит, вот, начинается интервью с Кириллом Серебренниковым. И Серебренников, на знаменитых очках, начинает говорить, ну, вы знаете, мы совсем скоро поставим нашу новую пьесу, и называться она будет «Журавль». Так, и зритель думает, ну, спасибо, да, я, в общем, понял все с первого раза, не обязательно два раза, значит, эту пьесу. Да, и это такой самый, наверное, прямой пример этих повторов, а иногда бывает так, что берет, значит, и журналист, думает, вот, не сразу, да, он эту фразу говорит. Да, и вот, значит, подводка, Кирилл Серебренников, в скором времени представит свою новую пьесу «Журавль». И, значит, он говорит, мы сейчас работаем очень много, у нас новые артисты в труппе, скоро наступит пора премьер, и мы представим свою новую пьесу «Журавль». То есть он думает, ага, я спрятал эту фразу, значит, она, в общем-то, не сразу у меня появится, и зрителей это не будет раздражать. Но нет, на самом деле раздражает и такая ситуация, потому что, ну, просто-напросто всегда можно как-то, во-первых, переформулировать, да, и сделать так, чтобы зритель не тратил свое время. Что я имею в виду, тратил время? У нас в современной, значит, в современной действительности, да, конечно, мы сейчас можем сказать, что у людей времени гораздо больше, чем еще совсем недавно, да, сидят все дома, все равно там поработал и отдыхаешь, поучился, что-нибудь поделал и отдыхаешь. Но на самом деле сейчас у многих, наоборот, времени меньше, потому что все, когда делаешь удаленно, это большим трудом дается периодически. Да, ну и в принципе в современном обществе ты там смотришь раз-раз, значит, посмотрел одно, прочитал третье, поговорил с тем, пообщался с этим, сделал то, там, домашние дела, там, это, все, времени в обрез. И когда мы, как СМИ, пытаемся информировать, да, развлекать нашего зрителя и по нескольких раз повторяем ему одно и то же, это может его сильно раздражать, особенно если это деловой человек, особенно если это человек, который ценит свое время, там, и поэтому, конечно, одни и те же фразы уж точно не должны быть, не должны повторяться. Это не только касается правил для подводок к спикеру, это в принципе касается правил любого сюжета, да, если мы хотим о чем-то напомнить, лучше просто переформулировать этот фраз, сделать акцент на других вещах, да. То есть, если пьеса, мы говорим в подводке про пьесу Журавль, то, соответственно, если мы хотим напомнить, как называется эта пьеса после интервью Кирилла Серебренникова и дать такую отводку от его интервью, мы можем сказать, значит, это был художный руководитель гугл-центра Кирилл Серебренников, и его новая пьеса Журавль, премьера, состоится, ну, буквально через две недели, да. Или можем назвать точную дату, такой-то мая, да. И, соответственно, мы таким образом вроде бы повторились, да, но акцент поставлен был совсем иначе, и зритель, он считывает эту информацию по-другому. Это касается отводки. В подводке никогда даже с другими акцентами одинаковых фраз, словосочетаний, скажем так, с теми словосочетаниями, которые употребляются нашим спикером, собеседником в его интервью быть не должно. Это такое железное важное правило, которое, собственно, можно и нужно применять в любом вашем репортаже, в любом материале, где бы только ни было, да, какой бы жанр вы в данном случае не выбрали. Ну, и сами по себе вот эти вот смысловые подводки, они могут быть самыми разными. Да, вот, к примеру, мы можем начинать с фразы, там, да, по мнению того-то, или как утверждает кто-то. Ну, здесь вот на примере известного инженера, да, собственно, его высказывания, да, какие они могут быть, как мы можем его, вы знаете, да, там, если вы смотрели, все же, наверное, смотрели «Мстителей». Да. Да, все смотрели, да? Примерно помните, да, вот, ну, там есть такой момент, когда он, значит, говорит, «А у нас есть Халк», да, ну, то есть, ну, там была вот такая длинная речь, но в конце говорит «Но, у нас есть Халк», «А у нас Халк», ну, как-то так. И вот, может быть, нам нужно было бы, вот, это было бы наше интервью с Тони Старком, но нам нужно было бы написать подводочку к Тони Старку, и вот, значит, вот мы Тони Старка пытаемся как-то подвести к этому фрагменту. Ну, интервью короткое, но, тем не менее, подводка больше, чем интервью здесь получается, но тем не менее, да. Как дождает Тони Старк? Одно из главных преимуществ «Мстителей» в том, что в их составе есть большой и зеленый участник коллектива. Ну, это мы не можем сказать «Халк», да, раскроем все карты сразу, но можем заинтриговать. Или, например, другая конструкция немножко здесь мы начинаем не с главола, а начинаем с самого участника событий, да. Тони Старк уверен, что «Мстители» сильнее своих соперников благодаря тому, что в их команде есть очень сильные супергерои, да. И, естественно, он, опять же, произносит свою фразу. Или третий вариант, да. Враг очень силен, но у «Мстителей» есть член команды, которого никто не остановит, заявил Тони Старк. Да, видите, здесь как бы разные конфигурации. Их, на самом деле, гораздо больше, чем я написал. Но в целом и общем мы, конечно, можем здесь как угодно, да, в зависимости, опять же, от воображения и возможностей в конкретной каждой ситуации использовать самые разные глаголы, да. Тут мы как бы используем вот этот вот вариант. Ну, это, собственно, какие-то основные правила, да, в написании стрижательных подводок, что бывает важно, да, когда вы это делаете на практике. Иногда бывает важно выделить в интервью, длинном довольно, да, и за короткое время нужно это сделать, выделить в этом интервью самое главное. Что-то, может быть, иногда что не лежит на поверхности, да. И вот такой, получается, да, эта подводка, она заключает в себе такой мини-анонс того, что будет говорить ваш собеседник. И здесь большая удача, когда вам получается быстро сориентироваться и найти что-то, ну, скажем так, не то, что не лежит, может быть, даже на поверхности. Да, но какая-то вещь, которую было бы, ну, скажем так, довольно интересно сразу подчеркнуть. Почему это иногда бывает важно? Потому что это в том числе говорит о многом, да, зрителю, может сказать, о многом, и о самом телеканале, да, который вы представляете, и лично о вас. Мы давайте сейчас на буквально минутку прервемся, и, потому что мне уже тут, соответственно, Zoom говорит, что пора бы тебе перезагрузить эту запись и заново подключиться. Сейчас давайте сейчас отключимся на минутку и вернемся. Я, соответственно, новую ссылку, или ту же самую ссылку, я не знаю, ну, то же самое получится или нет, лучше новую ссылку скину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!